Плата за электрическую энергию в России не менялась с 2019 года. Однако, согласно прогнозу Минэкономразвития, индексация тарифов на электрическую энергию для населения состоится в середине 2021 года. Тариф на электроэнергию имеет три составляющие. Стоимость ее производства на электростанции, стоимость передачи по электросетям и оплата работы с бытовых компаний. Неизбежный рост тарифов мотивирует потребителей энергоресурсов искать способы минимизировать расходы и сохранить свой семейный бюджет. И, пожалуй, самый эффективный из них – установка приборов учета коммунальных услуг. Мы узнали у жителей Твери, установлены ли приборы учета в их доме или квартире. Ну, а как, конечно, на воду тоже. Все, и на газ, и на свет, и на воду. Стоит однофазная и однодневная. То есть тут я пока не могу сказать ночью, день, не пользуюсь таким. По свету двухтарифный день-ночь тоже хорошо. Установлены, установлены, да. А скажите, это как-то помогает вообще экономить? Это помогает, это здорово. В какой-то степени помогает? Ну, конечно, помогает. Сами платим, сами. А так тариф-то, тариф-то, он и есть тариф. Он и есть, ты здесь, нет, ты здесь, все равно же он тариф. Существуют еще и другие простые способы снизить потребление электроэнергии. А значит, и свои расходы на ее оплату. Например, при приготовлении пищи правильно выбрать размер комфорки электроплиты. Настроить технику на режим энергосбережения. По возможности перейти на много тариф на учет электроэнергии. И, как гласит народная мудрость, если вы хотите обеспечить свое благополучие, надо научиться не только зарабатывать, но и экономить. Продолжение следует...